Всем доброго времени суток, вы на канале ХД. Сегодня рассмотрим сцены за кадром на локации Тайга, в метро Исход. Хочу предупредить сразу, в этом видео сцены с Гулой Аней не будет, так как я решил, что лучше записать отдельный ролик на эту тему, куда войдут все подобные сцены из этой игры. А пока, усаживайтесь поудобнее, запасайтесь вкусняхами и начинаем. А начнем мы со старта локации. Поставим игру на паузу и осмотрим некоторые объекты, скрытые за картой. И по классике жанра встречаем зону спауна NPC-шников. Отсюда они телепортируются в места игровой зоны по мере нашего прохождения, чтобы сильно не загружать ПК и не разбредаться по карте раньше времени. Если пролететь чуть дальше, можно найти трех медведей с небольшими отличиями, которые впоследствии нам встретятся в игре. И последняя зона спауна находится в конце карты, рядом с церковью. Тут расположены только те персонажи, которые будут использованы в концовках этой главы. Также на дамбе я нашел полупустой вагон от Авроры, и внутри него находится мельник, который почему-то реагирует только на наши выстрелы и больше ни на что другое. Ниже этого вагона находится уже наша Аврора, которая впоследствии по зоу скрипта телепортируется в туннель рядом с дамбой. Далее уже перейдем к игровым сценам и посмотрим, что происходит в них за кадром. И первая на очереди сцена, это когда Артем с Алешей попадают в воду из-за обрушения горы. Когда я впервые проходил эту игру, мне казалось, что Ольга прыгает с лодки, которая находится неподалеку. Но оказалось все куда проще. Неведомые силы наделили ее возможностью летать, для того чтобы спасти Артема. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ребята поймали твоего друга но я-то вижу что вы не бандиты так что выручено если глупость и не наделаешь мне пора старайся не высовываться следующей сцене мы впервые встречаем пиратов и мне стало интересно посмотреть как они так ловко спрятались на дереве изначально я думал что они просто спавнится из воздуха когда мы близко к ним подходим но разработчики пошли дальше и просто врастили их в дерево это территория берегового братства зайдешь и мы с тобой поиграем ты сдохнешь тысячи чертей да так что давай ноги в руки но вот теперь можно и продолжить после того как мы угомонили пиратов и залезли на зип-лайн начинается следующая сцена следующая сцена находится неподалеку когда мы попадаем ловушку детей леса и в этой сцене я бы хотел обратить внимание на реплику пирата при появлении и оказывается что это переодетый электроборец которая загоняет нам опять про своих еретиков он на нашей территории попался ясно ну а чего ты ее у нас поставил и вообще у тебя уже рюкзак чужака есть за рюкзаком я сам нырял ты нибудь за ссал а вы же пираты у вас и лодок больше до этого мы ведем на лесной суд секунды вы все это чужак значит враг ты что бандит что ли что учитель говорил что мы отличаться должны от них а он чужак и должен умереть чтобы потом других не так хватит сначала лесной суд на нем и решим столбом или или нет оказывается вот этот бедолага никуда не убежал как видно на первый взгляд если замедлить сцену то можно увидеть как его телепортировала под лапу к медведю летая по лагерю который мы далее попадем я заметил одну странную вещь комнаты которая находится внутри скал почему-то дополнительно покрыты коврами из ссср хотя внутри этого увидеть нельзя далее перейдем к сцене файта медведя с артемом и посмотрим откуда появляется медведь и куда убегает мелкие сынки подробно рассматривать не будем такие как внезапное появление персонажей возле дверей поэтому сначала я вам покажу некоторые зоны в которой нельзя попасть а после уже перейдем к финальным сценам и 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 вот чем мне нравится серия игр метро это за качественную проработку детали даже там куда мы вообще попасть не можем респект разработчикам за это ну и за все остальное тоже жаль конечно что на этой локации нет спрятанных пасхалок как например нло на каспии но думаю что в новосибирске что-то интересное найду. Вот так выглядит карта с высоты. Такие огромные просторы, а игровая локация кажется такой маленькой. Когда мост обваливается, то на заднем плане появляется сидячий медведь и будет просто наблюдать. Ему только попкорн дорисовать забыли, тогда сценка получилась бы как надо. Получайка! Демыч, выбирай! ААААААААААААААА! ААААААААААА! ГОТОВО! 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 ГОТО arkadaşlar! Я же говорила, им просто нужно было пройти! Ты точно со мной не поедешь? Извини, Алёша. Не могу я вот так взять и уехать. Как бы ты мне не нравился. В таком случае, сударыня, разрешите откланяться? Отчёрт. Оля, я вернусь. Я буду ждать. Артём, двигаем! Оля, помни, что я говорил. Когда мы будем уезжать по зиплайну, со стороны можно заметить маленькую деталь. Оля сложит пальцы в форме сердца. Также в это время на заднем плане появится поезд из воздуха. Оказывается, наш поезд, помимо левитерства, левитация ещё и неплохо дрифтит. Также, я покажу вам и плохую концовку этой локации. Различия сразу бросаются в глаза. Во-первых, поезд появляется намного раньше. А во-вторых, вместе с Олей появляется уже больше бойцов. Оля, это Артём, мой друг. Он тоже хороший. Артём, да ты чего? А ты, Олюша, обманщик. Знать тебя больше не хочу. Оля, я вернусь. Вернёшься, умрёшь. Точность наших ребят, конечно, оставляет желать лучшего. Хоть Алёшу и подстрелили, но его двойник стоит уже в поезде целый и невредимый. А сегодня на этом всё. Если вам нравится такая рубрика и вы бы хотели увидеть продолжение, то поддержите видео лайком. Скоро увидимся.